До Нового года осталась одна неделя. Как достойно провести долгие-долгие выходные в условиях коронавирусных ограничений? Не впасть в депрессию, не оказаться героем? Дурной истории. Об этом мы расспросили психиатра. Смотрите. Влада, нам всем предстоят длинные новогодние праздники. Скажите, пожалуйста, вот в тех условиях, в которых мы оказались, куда могут люди направлять свою энергию для того, чтобы не оказаться в депрессии? В любом случае энергию нужно выплескивать. Это вы справедливо подметили. Выплескивать ее можно элементарным способом через любой вид физической активности. Но даже если вы не хотите фитнес-центр, можно просто быстро идти по улице, ежедневно совершать такой променад, желательно в сопровождении приятных людей, для того, чтобы через физическую активность вот эту вот энергию, это называется канализация агрессии, канализация энергии, напряжения, каким-то образом из себя изгнать. Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что в связи с тем, что будут закрыты и театры, и кинотеатры, еще какие-то развлекательные учреждения, люди будут оставаться дома и предаваться алкогольным возлияниям. Это может вызвать некий всплеск преступности. Вот если говорить про алкоголь, как можно человеку себя ограничить? Здесь две категории людей. Есть люди, которые имеют зависимость от алкоголя, это болезненная, патологическая зависимость. Здесь волевых усилий может быть недостаточно. И есть вторая часть людей, это подавляющее большинство, которые независимы от алкоголя, и здесь вполне можно на сознательном уровне эту ситуацию контролировать. При этом большинство случаев неприятных случаются, ведь благодаря компаниям начинают пытаться как-то провоцировать любыми способами, для того, чтобы человек присоединился и, собственно, выпил больше, чем он изначально планировал. Вы имеете полное право, не объясняя причин, амортизировать мягко вот то напряжение, ту волну, которая идет в ваш адрес, простой фразой, что «извините, я за рулем». При этом очень важно не чувствовать себя отодвинутым в сторону, обделенным чем бы то ни было. То есть потому что вот эти вот моменты, когда у человека возникает ощущение ущемленности, свободы, что вот все пьют, а я не пью, может быть, ну его все мои планы, я вот сейчас присоединюсь к пьющим. Вот здесь очень важно понимать, что это такая ментальная ловушка, которая может сработать против вас. И если вы осознанно понимаете, что это не та ситуация, где вы хотели бы напиться, то вы можете этот стоп вполне включить. Я абсолютно уверяю, что если у вас нет алкоголизма хронического, это возможно сделать любому человеку. Я в незнакомой компании, кто-то нападает на меня словесно. Как я должна себя вести, чтобы избежать конфликта? Есть разные способы амортизации. Ни в коем случае не поддаваться на ту соблазнительную, на первый взгляд, стратегию, которая называется конфронтация. Дело в том, что человек провоцирующий ожидает встречной агрессии. И когда вы демонстрируете агрессию в ответ, это как бы развязывает ему руки. Быть еще более агрессивным, и дальше уже конфликт может принимать нешуточный оборот, а поскольку это происходит на глазах у публики, то оба лица могут быть заинтересованы не ударить в грязь лицом. Простите за тавтологию, но это действительно так. Если у вас есть в арсенале 3-4 реплики, то вы легко в любой ситуации амортизируете этот конфликт, при этом оставаясь абсолютно спокойным, показывая свою внутреннюю силу. Это называется стратегией мягкой силы. Когда вы не лезете на рожон, не отвечаете агрессии, вы не опускаетесь до того уровня провокации мелочной какой-то, оскорбления, унижения. Подумайте, вот это сильная очень позиция. Мы живем в очень непростое время, к нему никто не был готов. Действительно все устали, действительно выше уровень напряжения, действительно больше тревоги, депрессии. Это объективно подтверждается данными любых исследований, которые проводятся как в России, так и за рубежом, по всем странам. Мы пережили вот этот непростой год, и очень важно продолжать с достоинством встречать вот те тяготы ситуации, которые нам всем нежданно-негаданно эта ситуация принесла. И мне очень нравится фраза из одного фильма, она звучит так. «Волны встречаю стоя». Я не позволяю волнам сбить себя с ног. Я их встречаю стоя, я несу ответственность, я понимаю, что от моих конкретных действий, от моего поведения, от того, как я буду себя в обществе вести, зависит очень много. Если каждый будет так думать, то совершенно точно такому обществу ничто не грозит. Спасибо, Влада, и с наступающим вас. Спасибо большое, вас тоже.